Всем привет! И снова я, Сергей Зайцев, с вами. Сегодня будем тонировать автомобиль Hyundai Getz. Вот он стоит перед вами. Будем тонировать его американской пленкой Global 15% пропускной способности. Самая популярная пленка. Сегодня я вам покажу, как тонируется автомобиль, какими инструментами пользуется, какие моменты при тонировке, процесс самой тонировки, выгревание заднего стекла, наклейка пленки на боковые стекла, вырезание пленки. В общем, все сегодня вы увидите своими глазами. Теперь покажу, каким инструментом я пользуюсь. Итак, для тонировки автомобиля мы используем первичный инструмент, такой шкребок для очистки стекол от песка. Снаружи автомобиля протираю этим шкребком стекла. Дальше в процессе наклеивания пленки мы пользуемся шампунь, разводим с водой, распылителем наносим этот разведенный шампунь уже на стекло, мочалкой моем стекло, бреем шкребком. Возле уплотнителя вот этим проходим, моем уплотнитель, вымываем с него грязь, потом стекло протираем резиновым шпателем, наклеиваем пленку. Дальше выгоняем первичную воду таким вот шкребком, потом вот таким. Вот такой штуковиной выгоняем сверху, где кромка стекла, кромка пленки. Этими шкребками мы выгоняем воду из-под пленки, чтобы пленка приклеилась к стеклу. Для вырезания пленки используется вот такой ножик и специальные лезвия ОЛФА, американские лезвия. С помощью этого шкребка мы выгреваем пленку и выглаживаем ее. Обычно используется при выгревании пленки на заднем стекле. Это основной инструмент, который нам сегодня понадобится. Для мелкого инструмента нам еще понадобятся отвертки крестовая и плоская для разборки дверных карт. Лопатка для демонтажа обшивки двери. Линейка нужна будет для вырезания пленки по разметке. Пен для выгревания пленки. Баллон с раствором шампуни для распыления этого раствора на стекло. И по результату салфетки для вытирания стекол после тонировки. Вот весь основной инструмент, который необходим будет для тонировки автомобиля. И необходимо еще стекло, на котором будет вырезаться вся пленка. Это минимальный комплект для того, чтобы затонировать наш автомобиль. Для других автомобилей, возможно, необходим еще другой инструмент. Он у нас тоже имеется, будут другие автомобили, будем его показывать в видео обзорах. Любой инструмент, какой ни возьми, он нужен. Если у вас нет его, то тонировку вы качественно сделать не сможете. Инструмент осветили, приступим теперь к нашему автомобилю. Будем раскатывать пленку, протирать стекла, разбирать карты, вырезать пленку, тонировать автомобиль. Дальше вы в процессе работы увидите все, чем я пользуюсь, в какой последовательности. Сейчас мы приступим к протиранию стекол снаружи, чтобы потом на автомобиль можно было положить пленку, чтобы как можно меньше песка приклеилось на пленку. Приступаем. Ну и так весь автомобиль по кругу мы проходим. Протираем все стекла. Ширина рулона у нас 1524 мм. Американская пленка металлизированная, 15%. Мы покупаем рулоны по 10 погонных метров. Это получается 15 квадратных метров в рулоне. Есть рулоны с большим количеством метров, но они очень тяжелые и не очень удобно им пользоваться. А вот этот рулон самый тонкий. Итак, сегодня мы будем клеить 15 пленкой, то есть средняя по затемнению. Пятерка самая темная, потом идет 15, 20 и еще есть 35. Но 35 практически не пользуемся, потому что на нее нет клиентов. Очень светлая, никто светлая клеить не хочет. Оптимальная 15%. После предыдущего тонировки у нас получились вот такие выкройки, вырезки. Можно сказать остаток такой пленки. Теперь, чтобы максимально использовать всю пленку, то придется примерить, куда какой кусочек может подойти на наш автомобиль. Поэтому сейчас немножко придется побегать вокруг автомобиля, попримерять эту пленку и отрезать нужный кусок на нужное стекло. Я говорил, что пленка полтора метровая, то есть 1524 миллиметра ширина пленки. Особенность пленки в том, что пленка тянется только в одном направлении. Если ее нужно выгревать, то есть делать усадку, придавать форму стекла, то она выгревается только вверх-вниз. Вот так в стороны она усадку не делает. Поэтому, скажем так, если пленку укладывать на заднее стекло, то ее нужно только, чтобы рулон был вот так у нас вертикально стоял. Чтобы потом можно было вверх-вверх и вниз ее выгреть. Потому что стекло у нас сферическое, а пленка у нас плоская. И чтобы не было потом сморшек на стекле, то пленку надо будет выгревать. Приступаем к раскройке пленки. Тянется пленка только в одном направлении. Это касается всех пленок. Любого производителя, какого бы вы ни купили, не рассматриваем пленки другого направления. Бронировочные или какие-то еще, которые клеятся на автомобиле. У тех свойства совсем другие. А именно тонировочная она тянется в одном направлении. Отрезаем кусочек на маленькое стекло. Вырезаем запасом, чтобы потом можно было излишек обрезать. Вот как-то так. Вырезаем пленку теперь на переднее стекло. Для этого мы брызгаем. Наносим небольшой слой воды, мыльного раствора. Для того, чтобы пленка приклеилась к стеклу. Чтобы она сразу не падала. Провняем нижний край по уплотнителям. Примерно. И вырезаем, как опять-таки с запасом. У меня уже не было раствора. Провняем зубы в тихо-пале. У нас здесь убежали стекло. Откручиваем это в комнате. С пленкой надо работать очень аккуратно, чтобы пленка не поломалась, потому что если она где-то перегибается, то получается дефект на пленке, то есть такой заломчик. Сейчас я вам покажу, пленка гладенькая, ровненькая. Теперь если где-то так перегнуть, то вот это уже будет дефект на пленке. С ним очень тяжело бороться, но на сто процентов его удалить не получится, то есть будет белая полоска на пленке как бы видна. Наносим пленку на заднее стекло и вырезаем нужного размера кусочек. Всегда вырезаем больше пленку, чтобы можно было потом обрезать, подвигать ее в нужном направлении. запас всегда нужен. У нас машина маленькая и нам ширины рулона хватает поделить его на три куска пленки. Вот мы обрезали один кусок, второй и хватило на третий. ровный край. Если есть возможность, то я всегда стараюсь его располагать снизу пленки, чтобы он ложился параллельно уплотнителю стекла. Но это касается боковых стекол, тогда не надо делать лишние обрезки по нижнему краю. У нас осталось два ровных края. Теперь я этим краем буду ложить на задние боковые стекла. Один ровный край и второй ровный край. Можно вырезать пленку и положить на это стекло. Так как мы тут обрезали уже кусочек и он нам просто мешает, потому что нам надо сейчас наложить пленку на это стекло и обрезать ее. Эту пленочку я сейчас немножко сдвину, чтобы она нам не мешала вырезать следующий кусочек. Примерно так скажем. Вот так все по-прежнему. Брызгаем, прикладываем и обрезаем. Еще момент какой. У стекол есть наклон. То есть наклон по направляющим, всегда он присутствует. И мы когда пленку вырезаем, у нас в принципе тоже бывает она под наклоном обрезается. Поэтому, чтобы экономно использовать пленку, соблюдаем все эти параллели и стараемся расположить пленку в том же направлении. То есть наклон стекла есть и мы точно также располагаем пленку под этим же наклоном. Еще раз повторюсь, используем нижний ровный край и стараемся пленку положить параллельно уплотнителю. Теперь обрезаем. Как всегда берем с запасом. Так как пленку мы на маленьком стекле сдвинули, то мы не порезали ее. всегда контролируем перед тем, как обрезать. Потому что ширина рулона большая и иногда получается, что пленка тянется. То есть мы рулон как бы ровняем, чтобы выровнять пленку, чтобы она не заломалась. И за счет этого бывает, что пленка на стекле съезжает вверх. То есть какой-то край приподнимается всегда. Поэтому это надо контролировать, чтобы у вас не сместилась пленка, иначе потом может не хватить. И тогда кусок придется просто выбросить. Либо ждать момента, когда он используется на другой машине. Сдвигаем. Здесь. Брызгаем. И наносим. Итак, мы разложили пленку по всему автомобилю. Еще хочу отметить один момент. Мы раскатывали пленку всегда вот так. Это есть особенность намотки пленки на рулон. У нас защитный слой, который нанесен на пленке, находится с наружной стороны. То есть вот здесь. Здесь мы можем шкребком гладить. То есть мы не царапаем пленку. Мы царапаем, если царапаем, то только защитную пленочку. Сама пленка, которая у нас будет наклеена, остается у нас изнутри. Для этих целей мы изначально протирали стекла от песка, чтобы как можно меньше песка этого наклеилось на саму пленку. Потому что потом, когда мы пленку будем уже клеить непосредственно на стекло, а пленка клеится изнутри автомобиля. И когда мы будем выгонять шпателями воду из-под пленки, то чтобы на самой пленке было как можно меньше песка. Чтобы потом ее не посарапать при выгонке воды из-под пленки. Обрежу сейчас этот кусочек лишний и покажу вам, как состоит пленка из чего. Вот это наружная часть пленки. Здесь у нас находится защитный слой, который при наклейке пленки потом снимается. Когда вы разматываете рулон или если вы будете покупать пленку по метрам, то всегда изначально контролируйте, как вам этот рулон намотали. Либо защитным слоем вверх, либо пленкой вверх. Если вы это не проконтролируете, то может быть неприятный момент, когда вы будете раскатывать пленку и у вас потом окажется, что их надо будет менять местами, потому что пленка не так намотана. Как узнать? Робно берете кусочек, уголочек и раздираете пленку. У нас пленка лежит вот так сейчас на машине. Вот я отодрал защитный слой. Он у нас сверху. Тут я могу царапать. Сама пленка не повреждается, повреждается только защитный слой. Здесь у нас находится уже клей. Пальцем уже, видите, приклеивается. Это липущий клей и приклеивается к стеклу. Получается, что эта пленка уже будет наружной поверхностью. Снимается защитный слой пленки и сама пленка клеится изнутри салона автомобиля. Сейчас я ее приклеил на сухую и у нас остались воздушные пузыри. Очень их видно хорошо. То есть, с этими пузырями, если на сухую приклеивать, то вы их никак не победите. Они все полностью не выгонятся. Поэтому пленка и клеится на мыльный раствор. Во-первых, пленку можно было подвигать на самом стекле, когда вы ее наносите на стекло. Она не сразу приклеилась к стеклу, а через какое-то время. И потом, чтобы выгнать весь воздух из-под пленки равномерно. Вот эта поверхность, это у нас улица, а эта поверхность у нас внутренняя в салоне автомобиля получится. То есть, у вас уже изнутри салона будет не стекло, а пленка на поверхности. Итак, следующим этапом я на всех боковых стеклах равняю пленку по уплотнителю, чтобы было ровненько. Потом шкребок беру и выгоняю воду из-под пленки. То есть, нужно выгнать воду, чтобы пленка немного приклеилась к стеклу. Вот такими движениями приклеиваем. Если этого не сделать, то при опускании стекла пленка может сползти. То есть, подняться. Оторваться от стекла и подняться. И тогда, как говорится, будет испорченный кусок пленки. Последняя стеклогия сделал такую же процедуру. Теперь нужно сделать разметку пленки. Размеряем ширину пленки. Поэтому мы отмечаем по торцам. Значит, здесь пленку будем вырезать по вот этому пластиковой поверхности. Для этого я беру ножик и вот так шкрябаю пленку. Еще раз повторю, что это защитный слой у нас. Тут можно шкрябать. На пленке у нас осталась полоска. То есть, это есть разметка пленки по этому краю. Точно такую же процедуру делаю по второму краю. Прикатать, чтобы не оторвался. Здесь у нас резиновый уплотнитель. Я провожу полоску по уплотнителю. Потом при обрезке я немножко напущу, чтобы был больше захват. Чтобы пленка заходила глубже под уплотнитель. У нас не такая ровненькая она, но видна полосочка. Точно такая же процедура на всех остальных стеклах. В начале сюжета я не указал, но перед тем, как вы будете наносить пленку, вырезать на стеклах, нужно проверить, подняты ли у вас все стекла максимально вверх. Это обязательное условие. Его нужно сделать. Механические у вас стеклоподъемники или электрические, эту процедуру нужно выполнить. Если вы этого не сделаете, тогда может быть просто испорченный кусок пленки. То он у вас будет потом маленький по высоте. Его придется выкинуть. Разметку пленки мы сделали по бокам. Теперь нам нужно приопустить стеклоподъемники вниз и обрезать пленку поверху. Для этого, чтобы нам это сделать, у нас есть два маленьких кусочка, они сейчас мешают, поэтому их лучше снять, чтобы они не упали никуда. Я их сниму и положу на заднюю пленку пока. Следующим этапом я иду, включая зажигание и буду приопускать стекла. У нас в этом автомобиле стеклоподъемники электрические на всех четырех стеклах. Для того, чтобы у вас пленка не сдвинулась нигде на стекле, нужно просмотреть, чтобы эта пленка не была нигде приклеена к каким-либо поверхностям. У нас сейчас она вот тут была приклеена, прилипшая. Если бы я сейчас опускал стекло, то пленка могла бы сдвинуться. Вот это дело надо обойти, посмотреть. Теперь беру, приопускаю стекло. Стекло приопустили примерно вот так, чтобы было удобно обрезать. Здесь теперь надо будет его прикатать, пригладить. Довая пленка прилипшая была к стеклу. И потом будем обрезать поверху. Сейчас я покажу на одном стекле. В принципе процедура касается четырех боковых стекол. Тут все одинаково. Для этого как можно ближе к уплотнителю протыкаю пленку ножом и потом по краю стекла веду нож. При этом придерживаю пленку, чтобы она прилегала к стеклу, чтобы она не топорщилась, не отклеивалась от стекла. Сколько есть возможности, столько и тянем. Нож от стекла не отрываем. Все, вот так вот получилось. Теперь по краям обрезаю вверх пленку. И с этого края точно так же обрезаю вверх. Потому что тут она не до конца дорезанная. И дальше нам по длиннее придется это дело продлить и потом уголочек скруглить. Вот ровненький верхний край получился по форме стекла. Эту процедуру повторяем теперь для остальных трех стекол. Видишь? Уклеивается. Потом такая беда получается. Итак, мы обрезали уже боковые стекла поверху. Все четыре уже обрезаны у нас. Теперь нам надо обрезать бока. Для этого у нас есть обычное стекло, на которое мы будем приклеивать эту пленку и на ней резать. На автомобильных стеклах я вам не рекомендую эту делать обрезку вследствие того, что по неопытности можно просто порезать стекло и оставить на нем царапину. Поэтому лучше всего иметь в хозяйстве какое-то ненужное стекло, на котором можно это делать. Для этого у нас есть вот такая конная рама, на которой мы смело можем резать. Я побрызгал раствором, приклеил пленку. Чтобы обрезать, мне нужна линейка. Используем вот такую линейку. Мы делали метки, они у нас есть. По этим меткам мы и будем обрезать нашу пленку. То, что касается ширины. Прижимаем линейку к пленке. Обрезали лишнюю. Снизу я всегда отрезаю тоже уголочек, потому что нижний край стекла, он не всегда ровный в конце, а бывает там с изгибами. Поэтому, чтобы пленка не вышла за край стекла, за нижний край, я всегда обрезаю уголок. Уголок этот размер примерно смотрим на высоту нашего уплотнителя, который идет по дверной рамке и примерно чуть меньше, чем сам уплотнитель по высоте. Просто сделаем скос. Здесь у нас осталось недорезано немножко. Я прикладываю линейку и дорезаю до конца. Получился острый угол. Но в автомобилях, как правило, острых углов не бывает. Они все скругленные. Поэтому я его сейчас скруглю, этот уголочек. В принципе, если есть доступ к стеклу, то можно на стекле посмотреть какой там радиус изгиба. Здесь у нас его не видно, поэтому мы просто сделаем небольшое скругление. Берем такой вот чизлер, прикладываем и обрезаем уголочек. Получилось вот такое скругление. Теперь мы переворачиваем пленку и обрезаем со второй стороны. Нашу разметку мы всегда контролируем. Бывает разметка слишком далеко, а уплотнителей выступает меньше. Можно иногда... В разных машинах это по-разному. Можно чуть уменьшить ширину стекла, а в некоторых надо наоборот добавлять. Не всегда можно риску поставить именно по краю стекла. Наша разметка это условность. В данном автомобиле я могу немножко с этой стороны уменьшить. Не ровно по риску, а чуть-чуть сделать меньше. Вот она осталась. Точно так же обрезаем уголок. Пленку, как всегда, мы ложим защитной пленочкой сверху. Чтобы не повредить саму пленку, все движения у нас идут по защитной пленочке. Тут мы можем немножко пошкрябать. Поверхность пленки это не повредит. Всегда это надо контролировать. Дорезали до конца. Теперь нам надо сделать скругление, чтобы не было острых углов. Острые углы нужно избегать, иначе это первый источник, где пленка может отрываться от стекла. На углах она может подцепливаться и отрываться, поэтому лучше его закруглить. Первое стекло готово, то есть первый кусок пленки на стекло. Сматываем в рулончик, пленку сматываем в рулон и вложим в автомобиль, и он у нас готов уже к наклейке. Приступили к следующему, это задняя пленка заднего бокового стекла. Точно так же обрезаем, здесь мы можем резать по этой полоске, обрезаем опять-таки уголок. Здесь дорезаем до краю и скругляем уголочек. Один край готов, вступаем к следующему. Никогда не торопимся убирать линейку с того места, где отбрезали. Иногда нож тупится, и он не до конца прорезает пленку. Вот как в нашем случае. Для этого надо провести еще раз, а так как у нас линейка не сдвинулась с места, то мы попадаем по той же линии. Когда вот так происходит, это говорит о том, что пора обломать лезвие, иначе если вы будете тупым лезвием резать по видимому краю, то будут зазубренные на пленке. В ноже вот такая штука снимается, и лезвие отламывается. И готово опять к работе. Лезвие американские, олфо нержавеющая сталь. И это готово. Защитный слой у нас сверху, точно так же мы и сматываем, чтобы защитный слой всегда находился сверху. Вот, даже если посмотреть на пленку, то видно, где мы шпателем, скребком делозили, видно полоски остались. И это готово к наклейке. Скручиваем рулончик, чтобы оно не помялось, не раскрутилось. Рулон в автомобиль всегда ложу, чтобы предотвратить его размотку. Всегда вот так к сидушке упираем, дабы рулон не размотался и не разлетелся по салону автомобиля. Вот так вложим, но никак не вот так, иначе он может просто вот так раскрутиться. С этой стороны мы уже обрезали пленку, подготовили к наклейке. Переходим на ту сторону, там процедура точно такая же. Все идентично. Вырежем те два стекла, потом перейдем к боковым маленьким стеклышкам. КОНЕЦ Боковые 4 стекла мы уже вырезали. Приступаем к вырезанию маленьких боковых стекол. На примере одного покажу, второе будет идентично этому. Приложили пленку, пригладили, как видите, оно не ложится, нам надо начинать обрезать пленку. Пленка не ложится, потому что у нас везде уплотнитель и не дает прилечь пленке по краям, поэтому начинаем обрезать с одного края. Выбираем самый ровный край, более-менее ровный у нас будет со стороны направляющей стеклоподъемника, то есть вот этот край. Для этого я беру чизлер и по пленке провожу. Помните, я вам говорил про заломы? Так вот, я специально сделал залом на пленке, его разгладить теперь уже практически нельзя, но этот залом служит как наша разметка. Теперь по этой линии я могу этот край пленки обрезать, и у нас уже с этой стороны пленка приляжет к стеклу. Для этого я иду опять на наше стекло и там обрезаю. Беру не ровно по нашей полоске, а с небольшим отступом. Пленка у нас с запасом отрезана, поэтому можем себе позволить обрезать ее. Залом остался на кусочке пленки, на обрезке. Один край у нас ровный, теперь мы его можем приложить к нашему уплотнителю и будем дальше врезать следующие края. Итак, вот я наложил, здесь у нас идет прилегание к уплотнительной резинке, но теперь, чтобы пленка не совалась вверх-вниз, нам надо ее пригладить. Для этого мы берем с потолек и выгоняем воду из-под пленки, тем самым она у нас прилипает к стеклу. Теперь берем чизлер и с помощью его вырезаем. У нас тут скругленная поверхность идет, поэтому нам надо как можно все сделать по кругу, идентично рамки стекла. Обломаем еще раз ножик, чтобы он у нас был острый. Нож довольно быстро тупится, поэтому его нужно часто обламывать, чтобы не было зазубрено на пленке. С помощью чизлера приступаем к вырезанию пленки. Вот я опять продавил пленку к резинке, теперь ножом протыкаю пленку, прорезаю, веду чизлер по уплотнителю и ножом режу пленку. Надо это делать аккуратно, не спеша, дабы не испортить кусочек пленки. Отрезаем под углом, здесь тоже под углом вверх. Потом этот уголочек скруглим. Нижний край мы не обрезаем, не спешим, потому что нам нужно еще оставить здесь запас для того, чтобы эта пленка ушла вниз и снизу не было щели. Этот этап мы немножко отложим, потому что нам, чтобы увидеть, сколько запасов вниз надо сделать, надо снять обшивку двери. А все эти уголочки, это все по аналогии с боковыми стеклами. Точно так же прикладываем линейку, дорезаем до конца. Этот край, верхний край, здесь скругляем уголочек, чтобы не было острого угла. Здесь потом тоже уголочек скруглим, тут уголочек тоже срежем и запас немножко загнется, где-то пол сантиметра уйдет ниже, чем наш уплотнитель. Аналогично на втором таком же стеклышке. Некоторые тонировщики, дабы убыстрить процедуру тонирования, накладывают одну пленку на другую и как лекалу используют уже эту обрезанную часть. Но мы не спешим, поэтому лучше нам индивидуально подойти к каждому стеклу. Наложили пленку на стекло. Шпателем теперь его приглаживаем эту пленку, чтобы она у нас никуда не съехала. точно так же числером берем, прижимаем к уплотнителе, проводим полоску, делаем нашу разметку. Получился такой заломчик типа. И будем сейчас обрезать этот край по залому с небольшим отступом, чтобы этот залом обрезать. Пленка у нас длинная, поэтому до касания дорезая могу оторвать. Вот есть ровный край, теперь этим ровным краем я прикладываю к уплотнителю этот кусочек пленки. Приложили, пригладили, чтобы она никуда не съехала. И точно так же числером обрезали. Как видите, она не прилегает, это за счет того, что я вжимал чизлер к уплотнителю и пленочкой стала чуть-чуть больше размера. Вот это как раз и хорошо, что она так получается, потому что при наклейке потом, чтобы не было щелей видно возле уплотнителя. Дальше я еще будем дорабатывать. Здесь мы можем лишнее вообще так вот подрезать. Вот такой большой кусок не нужен. Итак, у нас остались незаконченные маленькие уголочки. Чтобы их закончить вырезать, нам нужно разобрать дверные карты. Сейчас мы приступим к разборке, разберем все четыре карты, и подготовим боковые стекла к наклейке пленки. После того, как мы разберем дверные карты, мы доделаем эти два кусочки пленки, чтобы они у нас были уже готовы. И потом приступим к подготовке пленки на заднее стекло. И вот смотрим.